Расскажите, пожалуйста, почему в Аджайане есть такое понятие едамы, и они как бы трясуются, если нет, во время полового акта, и есть практики, которые предлагают консервироваться именно на этих образах, и что это приведет к возвышенным состояниям? Ну, вы про теорию или про практику говорите? Ну, расскажите про все. Да я не буду некомпетентнее, мягко говоря, на эту тему говорить. Если вы какую-то информацию на тему едамов нашли, ну, попробуйте узнать у как бы компетентного человека, что он вообще имеет в виду. Но сразу вам скажу, что вам вряд ли кто-то скажет правду, или если это кто-то и будет говорить, это будет являться реальностью. Объясню, почему я так говорю. Есть определенные практики, о которых вы говорите, но они не для всех, мягко говоря. Для того, чтобы, например, в Непале получить в монастырях передачу на эти практики, нужно корпеть порядка семи лет. То есть вы должны регулярно приезжать в Непал, и в течение долгого времени, там по полгода визу дают, больше не дают. Или находить какую-то вариацию, чтобы вам в монастыре делали длительную визу, потому что вам в ретриты нужно выходить. То есть длительный процесс подготовки. И если вы сдадите нормативы определенные, это будет очень непросто. То есть это сто тысяч простираний вам нужно будет сделать, там сто тысяч мантр, или больше ста тысяч мантры прочитать. Мандалу нужно будет подносить много. И только после того, теоретически, вы можете подойти к методикам, которые уже подразумевают «я пьем» и, соответственно, обмен энергии. Если вам такое еще дадут. Среди русскоговорящей аудитории, я знаю только один человек, ну по крайней мере лет пять назад, наверное, было шесть, только один человек подошел к такому уровню, что ему передали эти практики. Он вроде бы начал практиковать, он не из России, просто русскоговорящий, но не в России живет. И он решил по своей доброте душевной поделиться текстом, где описываются эти методики, со своим хорошим другом, так сказать. Который тоже практикует, который практиковал. Но ему еще там приставило несколько лет корпеть на этом пути. Ну короче, как сказать, на несколько ступеней. А? Сократил он ему путь? Хотел сократить, да. Он хотел сократить по-дружеской, помочь, так сказать. Что? Причинить добрых. Я не знаю, что он хотел, но в общем он ему дал. В конечном итоге этот текст попал на компьютер. И этот компьютер, соответственно, совершенно случайно там какой-то другой человек копировал фотографии. И что там раз, там папка, там, в общем, туда-сюда, и он скопировал себе. Когда он прочитал, другой же человек, не друг, а другой человек, который завладел неправомочно, грубо говоря, этими материалами. Он когда прочитал и сказал, ну как же так, вы же всем говорите, что там брахмачарья, там, целебат, там, тра-та-та. А сами понимаешь ли, там, занимаетесь там вот. И говорит, вы плохие, я это всем распространю. Ну и вообще начал там какую-то бучу. Ну, соответственно, стало известно, что такая беда произошла. Обращаются к ламе, который в этом монастыре самый главный, и говорят, так и так. Ну так просто получилось, я хотел Пете помочь, а Петя на компьютер скопировала. Компьютер забрал какой-то Вася совсем плохой. Теперь там что-то шантажирует, там что-то цена вопроса была 30 тысяч долларов. То есть заплатите мне 30 тысяч долларов, тогда я буду молчать. Если не заплатите, соответственно, то я всем это распространю, что вы очень плохие. Ну, Алама не дурак, он говорит, да, ни в коем случае ему не платите. Как бы вы накопили такую карму, что, в принципе, вас ожидает ваджирный ад. За то, что вы начали распространять знания не тем, кому это должно, это ваджирный ад. Если вы не в теме, что это такое, почитайте Шитигар Пхасутра, есть такая книжечка небольшая, там вот описываются ады. Ваджирный ад — это самое худшее, что только может быть, так сказать. Вот из всех тех адов, которые бывают для Чистилища, то, соответственно... Поэтому, когда вы говорите такие слова, что там вот, там и да, мы какие-то практики, я вообще не представляю, откуда вы это взяли. И я просто знаю, что ничего серьёзного вы вряд ли не найдёте. Почему? Да потому что... Вот как вы думаете, почему для этих людей, которым такую практику могут дать, существует такая длительная подготовка в этой жизни? Это только в одной жизни? С одной стороны, проверка, да. Но с другой стороны, это и говорит о том, какие энергии, какие мотивации у этого человека. Эти проверки все длительные, говорят только о том, что у него уровень сознания в этой жизни будет близок к тому уровню сознания, который был до его рождения. То есть происходит определённое сопоставление уровня в этой жизни с тем, которым он обладал. Тогда он и может практиковать практики более-менее адекватные. К моему большому сожалению, всё, что сладкое, не используется по назначению. То есть если человек привык к каким-то сладостным вещам, чаще всего он эти сладостные вещи будет использовать не по назначению. Как это сказать, ну, или в корыстных целях, или в каких-то других целях. И на этом вот уровне всегда будет определённая битва кто кого. Или он страсть, или страсть его. И не факт, что он страсть победит. Возможно, когда-то страсть его победит. Возможно, ему, мягко говоря, тяжело будет некоторое время. Это нормальный процесс.